Грациозные и прекрасные, благородные и могущественные, преданные и добродушные. Единороги. Их образ стал настоящей притчей в устах многих поколений, что населяли нашу планету. Об их реальном существовании рассказывали многие из знаменитых исследователей прошлого. Их изображения нанесены на скалах в самых разных уголках этого мира. Но при всем этом, единороги так и остались исключительно мифическими созданиями. Реальных доказательств того, что такие звери когда-либо существовали, попросту нет. Но в любом случае, наука никогда не мешала мифологии, и образ единорога крепко укоренился в легендах и исказаниях нашего мира. Со временем он не утратил своей актуальности и сейчас хорошо прижился в кинематографе, литературе и видеогейминге. Единорог стал завсегдатаем различных фэнтезийных вселенных и не обошел стороной даже ведьмака. Кстати, в Неверленде раса единорогов играет очень важную и даже одну из ключевых ролей. Само мироздание вселенной Сапковского связано с единорогами, а потому история этих существ интересна и поучительна. С вами канал XDelate, заваривайте чаек и дальше будет очень интересно. Но сперва небольшая реклама. Онлайн-школа Unity 3D School разработала новый курс по созданию 3D-игр с нуля. Если вам исполнилось 14 лет и вы хотите научиться зарабатывать на создании собственных мобильных игр, присоединяйтесь. Unity базовый курс 3D – это 10 крутых и подробных уроков по установке и настройке Unity, работе с моделями и 3D-графикой, а также программированием игр на C-Sharp. Пройдя данный курс, вы напишите свою первую полноценную 3D-игру. Они обучают с нуля и до результата. Примеры работ других учеников смотрите в каталоге игр. Ознакомительный период по каждому курсу составляет 30 дней. И этого времени вполне достаточно, чтобы пройти обучение и оставить доступ, либо отказаться и запросить 100% возврата оплаты. Также по факту создания игры вы сможете получить сертификат, подтверждающий ваши навыки. Все консультации по обучению предоставляются бесплатно через почту сайта. Играть в игры или создавать их – выбор за вами. Все ссылки в описании. Своё начало образ единорога получил ещё в Китае в 2697 году до нашей эры. Можете себе просто представить, насколько это было давно. Там он назывался словом Цилинь. Это создание описывали как нежное и лёгкое, умеющее различать добро и зло. Наравне с фениксом, драконом и черепахой, Цилинь считался разумным созданием. И, конечно же, к Европе он добрался намного позже. Впервые в Европе единорог был упомянут более 2500 лет назад, за 500 лет до Рождества Христова. Но его описание значительно отличается от того образа, который мы ассоциируем со словом единорог сейчас. В книге «Описание Индии», которая датируется началом V века до нашей эры, греческий лекарь Ктесии рассказал о красноголовых, однорогих индийских ослах. Он отметил, что эти звери достаточно массивны и сплошь голубоглазы. Ну а самый важный факт в том, что Ктесий назвал их чуть ли не волшебными. Он заверял, что любой, кто выпьет воды или вина из рога такого создания, навеки исцелится от всех болезней и больше никогда не сможет заболеть. Порошок же, сделанный из этого рога, якобы спасал от любого, даже самого смертоносного яда. Ктесий утверждал, что поймать единорога нереально. Единственный шанс у человека был только тогда, когда удивительный зверь находился рядом со своим детенышем. Единорог никогда не бросит свое дитя, и это единственная его слабость. Именно здесь все и началось. Сейчас о единорогах говорят как о мифических созданиях, но даже если допустить, что эти звери когда-то существовали... Что ж, представьте себе старый мир и создание, рог которого позволяет излечиться от всех болезней и ядов. После книги Ктесия все охотники той цивилизации начали бы просто повально истреблять единорогов. Ведь кто из людей не захотел бы больше никогда не болеть? Так что если теоретически предположить, что описанный единорог существовал, его популяция все равно была бы критически сокращена уже за несколько лет. Но так или иначе, слово «единорог» вошло в обиход. И особенно его популяризировал авторитетный в то время Аристотель. Он упомянул единорога Ктесия в своей «Истории животных» и отнес это создание в раздел «Парнокопытных». Сказания о единорогах из Древней Греции распространились по всему миру. Уже спустя более 600 лет подобную классификацию единорогов в своем труде привел римский писатель Клавдий Элиан. Он разделил их на три вида. Первые два были схожи с описанным Ктесием существом. А вот третий вид сильно отличался. Клавдий Элиан описывал его рыжую шерсть и огромный спиральный черный рог. Такое яркое описание позволяло еще сильнее фантазировать насчет особых свойств такого создания. Впрочем, как и мы на канале XDelayed фантазируем о ваших лайках и комментариях. Кхм, не суть. С развитием цивилизации образ единорога приобретал все новые описания. Из-за этих описаний сейчас даже можно сделать выводы, что под единорогами мудрецы прошлого скорее всего подразумевали носорогов. Также позже носорогу приписывали слоновьи ноги и кабаньи хвост. А Плиний утверждал, что родиной этих созданий является Центральная Африка. Нрав единорога везде описывался очень свирепым. В умах мыслителей прошлого зверь был скорее агрессивным, нежели благородным. В греческой мифологии его связывали с богиней-девственницей Артемидой. У евреев единорог оказался существом, которого Яхва первым из остальных зверей наделил именем. В Библии же создание описывали быстроногим, агрессивным и свирепым. Сейчас, правда, переводчики сходятся на мысли, что в виду имелся обычный буйвол. Тем не менее, спустя годы в мировой мифологии сформировался и укоренился абсолютно другой образ единорога. Светлый, благородный и добрый. И виновников такой метаморфозы сразу несколько. Первый – это, конечно же, Юлий Цезарь. Именно он принес саму идею существования такого создания в Центральную и Западную Европу. Также в этом важную роль сыграли евреи, которые почему-то сразу возвысили единорога над остальными зверьми. И в итоге к Средневековью сформировался абсолютно конкретный и уникальный образ, в котором единорог предстает перед нами и по сей день. Благородный и прекрасный конь, святым рогом на лбу. Владеющий магическими способностями и подчиняющийся только самым могущественным из людей. Волшебникам и чародеям, полубогам и чаровницам. Притом, укротить единорога могла только девственница. Возле ее ног волшебное создание очень быстро засыпало. Главными противниками единорога называли слонов и львов. А христиане ассоциировали животное с воплощением Бога и даже изображали его символом Девы Марии. Но главное в этом всем все же рог. Предприимчивых людей во времена Средневековья было еще больше, чем сейчас. А потому под видом единорога продавали вообще все, что хоть как-то было на него похоже. Клыки, нарвала, бивни слонов, заостренные кости и рога носорогов. И все это по огромным ценам. Происходило все это из-за предрассудков. Ведь тогда люди действительно верили, что рог единорога обладает магическими свойствами. Его перетирали в порошок, добавляли в вино. Такому напитку приписывали всевозможные целительные свойства. Поговаривали, будто бы он мог излечить чуть ли не любую болезнь. От эпилепсии до морового поветрия. Также из преснопамятных рогов делали чашки и миски. Хоть они и были очень дорогими, но люди верили, что в такой посуде любая ядовитая пища просто вскипит. Таким образом, человек, которого попытаются отравить, будет спасен. Именно поэтому в эпоху Возрождения, к примеру, главным символом некоторых больниц был именно единорог. Фигурку этого создания помещали над аптеками и больницами. Со временем все больше торговцев, которые продавали рога единорога, уличали в обмане. Потому их стало крайне мало, и цены на якобы оригинальный продукт выросли еще сильней. Так сообщается, что в 16 веке Елизавета I английская приобрела рог за 10 тысяч фунтов. А вообще, в то время во всей Европе осталось не более 10 драгоценных рогов. Конечно, чем ближе к новому времени и научному прогрессу, тем сильнее различные мифы и легенды уходили на второй план. Можно чуть ли не до бесконечности перечислять все книги, истории, картины и стихи с единорогами, что родились с того времени и по сей день. От культовых творений Шекспира до легендарного произведения Джоан Роулинг об одном волшебнике. И, конечно же, единорог не обошел стороной удивительную вселенную Анджея Сапковского. Тем более, что в мире ведьмака этому созданию отвели особенную роль. Запись в книге «Физиологус» гласит следующее. Великозагадочно то, что единорожец, хотя ж не бывало пуглив и любознателен есть, ежели такову девицу повстречает, кое еще с супругом телесно не общалось, незамедля пристанет коной, преклонит колено и безо всякого страху главу свою ей на подол покладет. Говорят, в минувшие и древние времена такие девицы бывали, кои из способностей таковой себе ремесло учиняли. В безбрачии воздержании томились ли там многие, дабы ловчим, а кимонки на единорожцев служить могли. Однако же в скорости выявилось, что единорожец токма к младым девицам пристает, старшими же пренебрегает. Разумным животным будучи, единорожец безошибочно понимает, что сверх меры в девичестве пребывать – вещь противная натуре и зело подозрительное. Единороги – величественные и невероятно могущественные создания. Одни из самых могущественных во вселенной Неверленда. Выглядят они как лошади со спиральным рогом на лбу, но при этом спутать их с теми же самыми лошадьми нельзя. Единороги намного грациозней и величественней. Их окружает аура могущества, которую чувствуют даже самые обычные из людей. Более того, они могут общаться между собой и даже с представителями других рас с помощью телепатии. Могут транслировать свои мысли прямиком в мозг тому, с кем устанавливают контакт. Могущество единорогов заключается в их тонком понимании самой ткани междумирия. В том, что они идеально чувствуют пространство и время. Еще до события сопряжения сфер единороги властвовали над многими мирами. Но это самое их властвование было мягким и спокойным. Они не учиняли репрессий, не вмешивались в конфликты и стояли поотдаль от всего, что происходило в мирах смертных. Так что даже редко в каком мире вообще догадывались о существовании единорогов. Они могли путешествовать между планетами и держали под контролем Артгейт, великие врата междумирия. Но в один день все изменилось. Такое равновесие не могло держаться вечно. Однажды к единорогам пришли эльфы народа Аенелли. Ими руководил молодой и амбициозный правитель Ауберон. Он попросил, чтобы единороги поделились с эльфами доступом к Артгейт. И так как эти два народа всегда были благосклонно друг к другу настроены, единороги согласились эльфам помочь. К сожалению, это решение обернулось катастрофой. Эльфы пришли в новые миры и начали там свои войны. Они стали не исследователями и колонистами, а захватчиками и истребителями. Увидев, что они наделали, единороги попытались вернуть контроль над Артгейт. Но было уже слишком поздно. Тогда началась Великая Война Единорогов и Эльфов. И об этой войне мы уже однажды детально рассказывали в нашем видео о генералах Дикой Охоты. Здесь же отметим только то, что в итоге все закончилось событием сопряжения сфер. Все магические константы были нарушены, а эльфы утратили возможность путешествовать по Великой Спирали Междумирья. Война больше не имела смысла. Единороги и эльфы заключили перемирие. Но друзьями этим народом больше никогда не стать. Ведьмак Геральт из Ривии много раз сражался с эльфами Айонелля, но так и не смог узреть единорогов. Зато его приемная дочь, ребенок предназначения Цири, нашла в народе этих удивительных созданий одного из самых преданных друзей. Иураквакс, так звали того единорога. Он обнаружил Цири в пустыне Корат, когда та без воды и еды находилась на грани жизни и смерти. Иураквакс ей помог. Он нашел для нее воду. Цири же спустя какое-то время взамен спасла единорога от смертельного ранения. Позже Иураквакс еще раз спас Цири жизнь. Он помог ей сбежать из страны эльфов Айонелля и показал горы костей, что остались после войны эльфов, единорогов и людей. Показал истинное лицо величественного народа Ольх. В конце концов, именно Иураквакс был с Цири в последний момент, когда та в горе стояла над телами Геральта и Йеннифер. Обо всех этих событиях мы более детально рассказывали в нашем цикле «История мира ведьмака». Ссылки на соответствующие плейлисты будут в описании. Сейчас же отметим еще один факт. Похоже, что единороги – это невероятно преданные существа. И заслужив их расположение, человек, эльф или даже краснолюд всегда может надеяться на неожиданную помощь в самый трудный момент. В мире Неверленда единороги давно считаются сказочными созданиями, как и в большинстве других миров. Они редко встают на чью-то сторону и кому-то открываются. После того, что случилось с Айонелли, единороги больше не заключают союзов и не делятся своими секретами. Они приняли свою миссию – Хранителей Ткани Времени и Пространства. Хранителей Великой Спирали Междумирья. Остальное же их интересует не слишком сильно. Их силы и могущества невероятны, но единороги не готовы использовать свои амбиции кому-то во зло. Они – это олицетворение порядка, и они понимают, что любое вмешательство только еще сильнее нарушит и так хрупкий баланс. Образы мифологического единорога и единорога Мира Ведьмака очень схожи как внешне, так и по сути. Наверное, только к девственницам единороги Неверленда все-таки никакого отношения не имеют. Ну и вряд ли много кто проверял целительные способности их врагов. Также мало кто проверял способность команды X-Delete делать видео по вселенной Ведьмака каждую неделю. Но пока что мы справляемся. Так что ставьте лайк, звоните в кулакал и поддерживайте наше творчество на Патреоне, Бусти и прямо здесь на Ютуб. За это вы получите ранний доступ к нашим роликам, крутой командный мерч и другие плюшки. Ну и покажите, что нужно еще больше видео по вселенной Ведьмака. Спасибо, ребят! Ваша поддержка невероятно мотивирует и помогает каналу развиваться. Пишите в комментариях, о каких монстрах вселенной Ведьмака нам стоит рассказать в будущем. Спасибо каждому за просмотр и до скорого!